Добрый день, уважаемые зрители канала Узнай Секреты Профессионалов И сегодня мы будем снимать ролик про то, какие гантели существуют В общем, просто их сравнение Какие гантели лучше, хуже, какие из чего сделаны, какие качественные, какие нет И первыми у нас идут гантели, это хромированные гантели, обыкновенные металл хромированный Вторые гантели идут металл в резине, обрезиненные, так называемые гантели Третьи гантели идут торнео, это металл, который покрыт порошковой краской И четвертые гантели тоже порошковой краской, но это более дешевый вариант производства декатлон Обычные гантели без резьбовых грифов Итак, вот мы и оставили по одной гантели из каждой пары, для того, чтобы было более удобно рассматривать Берем первую гантелью, это хромированная гантеля Вот, сейчас мы ее уберем немножечко Чем она примечательна? Тем, что блины сделаны из металла, покрытого хромом Вот, хром может быть двухслойный, может быть медникель, хром Вот, ручки, удобные закрутки, гайки вейдера То есть вариации могут быть разные у таких гантелей Грифы могут быть такие же плоские, как на последней С вот такими вот гаечками, но мы это немножко более подробно рассмотрим Итак, эти гантели просто суперские, качество у них очень хорошее Хром не облазит долгое время Вот, ну, бывает они темнеть начинают Немножко там слазит где-то, но на этих пока еще не видно ничего Но так это самые, в принципе, такие Самые-самые-самые оптимальный вариант Самый такой, более-менее хороший Следующие гантели возьмем обрезиненные Вот, то есть обрезиненные гантели у нас имеют диск металлический, покрытый резиной Вот, обрезиненные гантели, в принципе, сравнимы точно так же, как и хромированные Вот они приблизительно одинаковые, да? По качеству тоже Но в обрезиненных обязательно нужно смотреть, чтобы не пачкалась резина об пол Вот, не было черное И очень, что важно, это запах Если резиновые гантели без запаха Значит, это самое-самое лучшее Они даже лучше, чем хромированные Так как они не гремят, резина не трескается, ничего Единственный минус у таких гантелей Это ограничение там Чтобы они не лежали под открытым небом То есть на воздухе и на всем там подобном Получается, они немного выгорают Вот И резина теряет свои там свойства Но на этих не теряло ничего Это просто она вот выгоревшая Потому что лежали на балконе Тренировки проходили на балконе Но резина, в принципе, главное, чтобы не было запаха Запомните это Это самое важное Они идут, такие гантели, в принципе, не хуже, чем гантели, которые хромированы Следующие возьмем Следующие гантели мы берем интератлетика Ну или же васил Вот, это пластиковые гантели То есть берется гантеля, да, и она находится с пластиковыми бринами Гантели тоже, в принципе, неплохие Служат очень долго, все Но они обычно, вот, царапины на них видно сразу же Там, допустим, это и наклейки еще Как они продавались, не снимал Вот, но бывает на них от долгого Или переохлаждения на них вот здесь бывают трещины То есть расходятся И видно, становится металл Здесь металл и так видно, вот, в этих отверстиях Что там железо находится, лопается Но если такие пластмасса полопалось То это ничего страшного На функциональность никак не влияет На все никак не влияет Абсолютно не влияет Но здесь очень важно Они без запаха Они удобные Их можно бросать, сколько хочешь То есть, в принципе, во всех профессиональных современных залах Сейчас набираются вот из таких блинов Все гантели, гантельные ряды Из интератлетики Вот, то, что они пластиковые И бывают лопанные, вот такие, потресканные На функциональность не влияет И этот пластик никак не искалывается Не вылетает, не вырывается То есть, его нужно, я не знаю, что делать Чтобы они разлетелись Гантели тоже неплохие Следующие гантели Переходим к гантелям уже более дорогим Это гантели Торнео Гантели Торнео Это тот же самый хром Те же самые блины Только у них уже идет резинка Здесь Вот мы можем снять резинку И посмотреть, что у них То есть, вот сравнить два блина Обыкновенный блин, да Здесь вылита название и номинал веса Здесь же ничего не выливают Здесь по шлейным путем Берут, вставляют вот такую вот Резиновую прокладочку Для чего она нужна? Когда два вот таких блина Между собой на ручку одели То происходит вот такое звучание Когда два блина с такими резинками То слышно, что они уже не стукаются Друг от друга И на гантелях они не гремят Еще что бы хотелось сказать Гантели Торнео Это очень-очень качественная вещь На них хороший кром На них, в принципе, вот эти резиновые прокладки Которые не дают им греметь И они очень точные по номиналу То есть, блины никогда Если это 2,5 килограмма То они никогда не будут меньше Чем 2,5 килограмма Это тоже очень важно Следующие гантели Следующие гантели Это те же самые Торнео Гантели вот Единственное, что у них Порошковая покраска Диски тоже, они получаются Без резиновых прокладочек Но диски тоже имеют Очень-очень точный вес Гантели шикарные На них вылито название И номинал Тоже, вот если 1,25 То в нем будет не меньше Чем килограмм 250 грамм Если 2,5 То он будет тоже 2,5-2,550 То есть, но не менее Это очень важно В общем, такие же тоже Торнео Только порошковая краска Чем они отличаются От хромированных Хромированные блестят Красиво Все Здесь порошковая покраска Но она качественная То есть, они так же самые Не ржавеют Не Там, ну Слегка царапаются Слегка скалываются Но если вы ими занимаетесь дома И Они в одних руках То с ними никогда ничего не будет То есть, разницы Если вы занимаетесь дома И сам Не бросаете Не убиваете гантели То разницы между вот этими И вот этими Вы не почувствуете Единственное Вот эти Гантели хромированные Они в полтора раза Дороже, чем Просто покрашенные Гантели По свойствам По качествам Абсолютно идентичные Абсолютно одинаковые Гантели Далее Вот это самый простой Самый дешевый Вариант гантелей На рынке Но я был удивлен тем Что Взвесив эту гантелю Она Имеет номинал Два блина По два килограмма И два блина И четыре блина По одному килограмму По два блина Килограммовых С каждой стороны Взвесив эти блины На весах Они оказались Десять килограмм И восемь грамм То есть По весу Это самые точные Гантели Которые Здесь присутствуют Потому что Такой точности Десять килограмм На восемь грамм Погрешность Это очень Малая погрешность Далее Почему Они Это Декатлон Производитель Декатлон Дамиос Гантели Вот Они самые простые Самые дешевые На них Гриф Не резьбовой Все говорят Что это Не особо Хорошее Но Я не знаю Почему Вот Одевается Очень быстро Слетают Говорят Вот Их трусишь Они Не Слетают Не Разлазятся Что бы Там Не говорили Это Абсолютно Хорошая Вещь Не стоит Нет смысла Переплачивать За все То Что Находится У нас В ряду Если Вы хотите Просто Тренеться И у вас Огромное Желание И бюджет Ограниченный То Вот Этот Вариант Наверное Самый Будет Распространенный Самый Лучший Дальше Я сейчас Покажу Вам По Грифам Итак Сейчас Рассмотрим Большое Разнообразие Существует Грифов Для Гантель Сейчас Существует Много Грифов Вот Примеры Из них С гладкими Стаканами С резьбой И Такие Же С резьбой Но С резиновой Ручкой То есть Здесь Идет Обычный Литой Гриф Здесь Накатка Здесь Резиновая Вставка На Нарезное Здесь Накатка Все Так Рассматриваем Первый Гриф Первый Гриф Имеет Диаметр 28 Миллиметров Посадочный Они бывают 26 Миллиметров 28 25 30 Миллиметров Вот Этот Конкретно Гриф Он Имеет 28 Миллиметров Посадки Блино Это От Резиновых Гантелей Все Гантели Эти Куплены Просто В обыкновенном Магазине Ашан Были Вот Гриф В принципе Неплохой Резиновая Ручка Она Более Толстая Чем Вот Такие Ручки В руках Лежит У меня Ладошки Большие Поэтому Мне Гриф Очень Очень Удобен По Ширине Он В принципе Впритык На ладошке Когда Садятся Блины С каждой Стороны То Мне В принципе Не настолько Удобно Будет Им Заниматься Плохое В резиновых Ручках Бывает Это Качественная Ручка Но Бывают Такие Резиновые Ручки Очень Тонкие Когда Много Раз Пользуешься Блинами Зажимаются То Их Задавливают И Они Сжимаются Здесь В гармошку Что Не Есть Хорошо Потому Что Потом Распрямлять Приходится Или Изолентой Делать Или Какую-то Вставку Делать Вот Это Все Что Хотелось Рассказать Вот Таким Грифом Гриф В принципе Неплохой Но У него Проблемы Бывают С этими Резиновыми Ручками Они Непосредственно Вжимаются Следующий Гриф Это Гриф Интератлетика Интератлетика Имеет Свой Стандарт 25 Миллиметров Вот На Нех Налазят Вот Такие Блины Также Блины Васил Фирмы И Много Блинов Китайских Которые Хромированные Грифы Очень Хорошие Что У них Хорошо У них Очень Длинное Посадочное Место То есть Гантели В принципе Можно Собирать Каждую Гантелю Можно Одевать И 50 Килограмм Они Все Держат Такой Вес Единственное Что Будет Неудобно При Одевании Больших Весов Надо Будет Не Большой Первый А В Обратном Порядке То есть Цепляется Сразу Маленький Блинчик И К концу Уже Цепляются Можно Десятки Даже Цеплять На них И Накатка Накатка Неплох Следующая Гриф Торнео Торнео Имеет Диаметр 30 Миллиметров Посадочный Вот У них Еще Такое Бывает Что Здесь Небольшой Для Навеса Для Навеса Блинов Небольшое Расстояние Поэтому Сюда Большие Веса Гантель Можно Будет Собрать Только Если У вас Будут Там Десятки Или Семь С Собрать Но Возможно Если Повесить Десятки На них Налазят Длины Торнео Все Длины Которые Имеют На Диаметр Вот 30 Вот 28 Диаметр Они Не Лезут Вот Интератлетика И Вассел Они Тоже Сюда Просто Не Подходят Поэтому Покупая Гантели С 30 Диаметром У Ручки Будьте Внимательны Что Вам Торнео Одевается Вот Я Сейчас Покажу Вот Взяли Одели Зажали Все Он Не Тилипается Не Болтается На 25 Если Хорошо Его Зажать На Вот Этом Оно Сидит Идеально Но К Нему Не Подойдут Блины Меньшего Диаметра Следующий Гриф Это Вот Такой Такой Гриф Он На Любителя Это Быстросъемность Вот Одели Сняли Очень Быстрая Замена Блинов Но Многим Не нравится Также Я Нашел Замки На Такой Вот Кламп Раз Тоже Ничего С ним Не Сделаешь Эти Замки Более Универсальные Более Интересные Чем Вот Такие И Также Есть Василовские Вот Зажимаются Они Крутятся Вот Такие Вот Кольца Но Тоже Считаются Быстросъемные Но Мне Такие Замки Не Особо Нравятся Это Просто Такой Замочек И Разнообразие Принес Показать Как И У них Просто На 25 Диаметр Итак Тут Здесь Тоже Очень Важно Иметь Посадочный Диаметр Потому Что Здесь 28 И На Него Уже Интератлетика Никак Смотрите Будьте Внимательны Именно В этом Их Отличие Дальше Отличие Вот По Ширине Ручки Подбирайте Под себя Под руку Потому Что Есть Подширокие И Есть Более Узкие Грифы Если У вас Большая Ладошка То Вы В узкие Возьметесь И вам Будет Неудобно Заниматься И Точно Так Ж Если Ладонь Маленькая И Возьмете Широкую То Будет Просто Дисбаланс Руки За Каждым Подходом Итак Делаем Вывод Из Общего Большого Разнообразия Блинов И Гантель И Грифов Гантельных Я На свое Усмотрение Это Сугубо Мое Мнение Выбрал Гантели Вот Так На Первое Место Я бы Поставил Наверное Гантели Торнео Гантели Торнео Потому что Они Самые Качественные Самые Хорошие Торнео И Кетлер Есть Точно Такие Точно Так Же Производство Точно Такие Же Резиновые Вставки Просто Название Кетлер Вот С Ними Же Вот Такие Гантели Но Если Б Я Наверное Купил Блины Торнео И Гриф Интер Атлетико Вот Такой Идет Если Будут У вас Именно Такие Гантели То Оставляйте Это Наверное Самый Идеальный Вариант Для Гантель Для Домашних Но Они Самые Дорогие Скажу Прямо Вот Эти Гантели Это Просто Обычные Китайские Гантели Харомированные Хорошие С точным Весом Посажены На 25 Диаметр Я Их В принципе Оставил Оставляю Себе Эти Все Гантели Напомню Купили Специально Для Обзора Поэтому От них Я Избавлюсь Оставлю Наверное Вот Такие Себе Вот Эти Гантели Они Ничем Не Хуже Хромированных Многим Они Даже Больше Нравятся Чем Хромированные Они Обрезиненные Вот Не Гремят Не Не Царапают Ничего Абсолютно Мягкие Бесшумные Хорошие Гантели Вот Нужно Только Чтоб Запаха Не Бало Интер Атлетика Интер Хороший Середнячок То есть Если бы Я Вот Эти Оставил Бо Себе То Интер Атлетику Уже Бо Покупал Потому Что К примеру Не Нашел Вот Таких А Заниматься Очень Сильно Хочется Вот Взял Интер Атлетику Торнео Но Очень Сильно Удивлен Вот Такими Гантелями Бюджетным Вариантом Которые Самые Обычные Просто Покрашенный Металл Вылитый Вот Если Хочется Заниматься Вот Этот Вариант Вообще Для Вас Просто Они Продаются В кейсе За 1000 Гривен Или за 1200 Парой Новые Тренируйся Не хочу Называется Очень Хорошие В принципе Все Гантели Подойдут Для Тренировок Идеально Единственное Кому Как Хочется Кто Хочет Себе Подороже Кто Хочет Подешевле Функциональность Абсолютно Одинаковая Единственное Всегда Понимайте Блины Потом Можно Было Найти На Толстые Гантели Потом Очень Тяжело Подобрать На Интератлетику Подходит Абсолютно Все Отсюда С Блины И Подходят Также С Малым Отверстием Блины Поэтому Ручки Интератлетика Наверное Это Будет Самый Идеальный Вариант У Торнео Конечно С Ручками Проблема Делаем Вывод На Обзоре Не Было Битумных Ну То Такой Есть Пластмасс Или Винил И В него Засыпанный Бетон Эти Гантели Я вообще Никак Не Рассматриваю Потому Что Проще Воды В бутылке Понабирать И тренироваться Таким Образом Чем Покупать То Что Вообще Ничего Не Стоит Вот А так В принципе Вот Этой Гантели Первое Место Вот Эта Гантеля Наверное Между Первым И вторым Вот Это Второе Место И Как бы Я отдал И Основное Самое Главное Делаем Вювет Это Желание Тренируйтесь Занимайтесь Все Вам Показали Гантели Покупать Можно Любые Покупайте Обязательно То Что Вам Хочется То Что Вам Больше Всего Нравится Разницу То Есть В них Особую Просто Вот Я Поставил Для Себя Их Определил На Свои Места Но Разницу Функциональности Подъема Абсолютно Не Чувствую К примеру Вот Эта Ручка Самая Удобная Срезиновая В руках Лежит Вот На Эту Больше Всего Подходят Блинов На Торнео Она Тоже В принципе Неплохо Сидит На Нее Хуже Подходят Но Она Более Качественная Поэтому Вывод В принципе Все Гантели Хороши Но Обзор Мы На Них Сделали Поэтому Подписывайтесь На Наш Канал Узнай